Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николуха МакФлай. У меня сегодня видео про подоконник. Один единственный подоконник, но я с ним уже извелся. В общем, я сегодня приехал в усадьбу Скорняково-Архангельское здесь реконструировать старинную усадьбу. Ну а раз у меня домик это тоже часть какой-то старинной усадьбы, я решил, что свой подоконник я раздобуду именно здесь. Короче, здесь все дорожки, смотрите, сделаны из пиленого известняка. Это местный материал, вот. Здесь также есть собственное производство, и люди пилят вот этот камень. И обратите внимание, вот передо мной это ресторация, ресторан Бальмонт. Когда-то это была ткацкая фабрика при Барине, и, соответственно, здесь была проведена реставрация. И обратите внимание, какие подоконники. Я на них смотрю уже очень давно, и себе тоже такие хочу. Вот, такие вот плиты из пиленого известняка. Мне обещали выделить несколько штук, скажем так, чтобы я у себя гельце сделал. Вот, сейчас пойду искать кого-нибудь. Давайте, кстати, покажу, раз уж заехал, как тут все было, как стало. Крайне любопытно. Здесь все, видите, тоже из природного местного известняка. Я подумал, что какой-то местный материал можно применить. Это вот дом с мезонином. Друзья, надо, кстати, приехать с Корнякова. И это вот то здание, в котором я сейчас нахожусь. Вот в таком состоянии оно было в советское время, здание фабрики. И сейчас реконструировали. И сделали вот такую вот красоту. Вот здесь, кстати, подоконники просто штукатуренные. Вот, зато здесь еще и камин есть. Тоже из этого же самого материала, из пиленного известняка. В общем, друзья, я пошел искать себе плиты известняка. И буду делать вот такую красоту у себя гельце. В общем, вот таких плиток мне удалось нарыть. Вот, не грязноватый, но это же природный камень. Здесь должно быть все именно так. Два с половиной сантиметра. Прям ровненькие, пиленные. Вот. Ну, поехали в елец. Будем устанавливать и покажу, что получилось. Так, привезли плитку. Начинаем прикидывать. Вот как-то вот так вот будет. Пока. Много раствора накидал. Высоко получается. Так, посмотрим. Капкавном веке с убилицем. Ставить будем на самый обычный раствор. Песок, цемент. Один к трем. Ну, кто не знает, прям совсем. Для странных. Три мастерка песка. Один миксерок цемента. Сначала перемешиваю сухую смесь. Потом добавляю воду и уже миксирую. Пластиковые окна рассчитаны под пластиковый подоконник. И тут вот эту штуку, видите? Которая сюда в подоконник вставляется. Вот толщины камня не хватает. Я вот по всей длине ее отламываю. Камень будет максимально глубоко вниз. Получается. Вот так вот. Она еще на 2 сантиметра туда подалась. Зашла нормально. Сейчас будем выставлять. И приклеивать. Камень будет. Так, друзья. Вот такой вот у меня результат. Швы потом можно будет чуть-чуть подзатереть, наверное. Вот еще откосики сделаем. И будет вообще по приколу. Такой вот каменный у меня подоконник. А почему решил каменный? Надо же тоже рассказать. Потому что у меня вот здесь вот будет кухонка небольшая. Вот. И, соответственно, ты готовишь. И сюда можно что-то горячее ставить. То есть получается такое функциональное место. Вот. Но опять же, не сильно выходит. Вот еще подштукатурится. И не мешает циркуляции воздуха. В общем, у меня подоконник с историей, друзья. Съездил специально в усадьбу. Раздобыл местного камня. Пиленный известняк. И вот такой кусочек истории у меня в квартире теперь есть. Миклух МакФлай. Надо лайк поставить. У меня там еще один, кстати, подоконник. Вот с ним я не знаю, что делать буду. Наверное, пластиковый, потому что там все-таки ванны или плиткой покрою. В общем, пишите в комментариях, что об этом думаете. Ставьте лайки. Да, конечно, не очень. Но это старина, друзья. Это вот так есть. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok